В селе Старобухарова, притаившемся под нижними сергами, в 8 часов вечера, то есть уже сильно в потьмах, на темной улице Революции, подсвеченной единственным фонарем, возле восьмого дома, 16-летний пацан, напившийся пьяным, сел за руль мопеда Альфа GX, поехал без шлема, не справился с рулем, улетел в придорожную растительность и, как Троцкий, оказался на обочине Революции. В деревне Старобухарова молодой человек, 16 лет, управляя мопедом, двигаясь по улице Революции, не справился с управлением, совершил съезд в проезжей части с последующим упрокидыванием, в результате чего получил ранения различной степени тяжести и был доставлен в Бесерскую больницу с признаками алкогольного опьянения. В городской больнице Бесерти мопедику, этакому Альфа-самцу, надиагностировали закрытую ЧМТ и сотряс пацанского мозга, ну, конечно, без шлема же был, и открытый оскольчатый перелом правого бедра со смещением осколков. Это травма серьезная, это лечение надолго. Не, ну, с одной стороны, хорошо, что хоть вообще не убился. Как видно, рядом с падшим мопедом произрастает столб, о котором можно было вообще шею свернуть. Но, с другой стороны, плохо, что сельский пацан в 16 лет уже бухает. А как же ЗОЖ? Не, ну, название села Старобухарова как бы предполагает, что там бухают, но как бы не все, а только старые. Непонятно зачем 16-летний пацан на флакон приналек, и тем более зачем в таком убитом состоянии сел за руль. Вот все это и привело к тому, что он оказался на обочине революции как... Да не, ну какой троцкий? Как Бухарин. Субтитры создавал DimaTorzok